добавить его в игру а если что видео называется майнкрафт потерял свою уникальность майнкрафт потерял свою индивидуальность которая делала его действительно особенным и это не потому что они продолжают обновлять игру на самом деле они вполне могли добавлять новые детали и сохранить ее первоначально подожди а вдруг но озвучивальщик уже минус репка когда так скучно переводят вообще проблема в том что с течением времени можем поменяли свой подход к добавлению нового контента и тот контент который они добавляют таким образом это медленно но кардинально заставило их потерять из виду то что делаю игру уникальной в первую очередь так я проявил припера так что вы давайте взглянем на него если вы не знали крипер был создан случайно ночь пытался закодить модель свиньи но случайно перепутал местами длину и высоту создав теперь отчетливый фаллический силуэт крипера который ему так понравился что он решил использовать эту модель придумав концепцию когда они подкрадываются к игроку и взрываются пройдив тем самым крипера так еще на ранних стадиях игры судя по всему ее обновляли по принципу эта идея кажется прикольной давайте добавим гаст эндерман на заре край ну да кстати ладно но все они видимо следовали этому образу мышления классная идея концептуализировалась реализовывалась если все работало она попадала в игру что разительно отличается от того как игра обновляется сейчас сейчас обновление похоже следует в русле что мы можем добавить что принесет наибольшую пользу для геймплея без радикального изменения основы игры кстати как будто по факту что вполне нормально и я понимаю почему они подошли на потому что как будто у них стала куча ответственности раньше ну когда ты начинаешь у тебя такой типа оао майнкрафт о блять ничего нету блять мясо добавлю уж 6 теперь можете добавить а сейчас уже все куча ответственности это гигантский бренд именно так но это приводит к изменениям которые отходят от первоначального вида игры причинно по которой я не думаю что крипер был бы привет шкряпсик давай уже готовь кушать ты зачем на большой экран пост ты подошла чтоб я включил нет я подошла чтобы тебе просто подойти а чё-то смотришь да чё это за хуйня ну иди отсюда нахуй ты это делаешь просто встал и к тебе пришла просто ты зачем вебку большую включаешь тебе не стыдно скажи мне пожалуй чё тебе надо я просто пришла к тебе чё ты меня ты пришла своими этими фарами посвятить нет ты прям она зашла фары вошли впервые нее самой посветили тут все обсветили нет ты что ты меня пришла просто послепить фарами нет ты зачем зашла вообще вот а а ты не можешь поставить кушать гарнир смысле блять смысле блять смысле блять пукнут и специально еще это на дело чтобы всем показать свои пары пойти посмотри у меня стрим я так сидела стримила в моем чате ни слова не сказали вообще было похуй потому что они сразу видят во мне не секс какой-то объект а ты я сюда пришла так да хватит на мои фары смотреть сразу пришел и на них взял и набрать внимание все в чате мне нормально сидели молчали они мы смотрели ты блять не мог удержаться пишет бэбэк соня так глексик все короче давай мне это кушать извини за фары за твои да действительно они ничего в чат не писали потому что у них руки заняты были блять добавлен в игру сейчас если бы он уже не существовал это то что современные моджанг сочли бы его крайностью тот факт что у него частый спавн его трудно услышать и он может быть вредным для игрока или же то что он не имеет достаточно полезного дропа чтобы оправдать свое существование заставило бы их отказаться от этой концепции современный крипер скорее всего появлялся бы только в определенном биоме при определенных обстоятельствах блять кстати как будто бы да не был бы таким враждебным для игрока и дроп был бы то что имеет очень специфическое применение используемое только в одном случае посмотрите на нюхача блять как будто бы да и вы поймете о чем я яйца можно найти только в песке который появляется в подводных руинах с кого-то даже какой-то и после вылупления спавнит ноба который дает вам доступ к двум бессмысленным растениям которые работают только как украшение полагаю 95 процентов игроков никогда не взаимодействовали да нахуй нужен это вообще разочарование пиздец я думал еще хоть как-то надо будет но блять эти цветки я думал их будут фармить и эти цветки хотя бы будут вот соседи где-то сажать похуй просто похуй много хлопот ради отдачи которые не стоят затраченных усилий то очень жаль потому что концепция ведь была отличной идея доисторического моба умеющего находить древние семена это было круто к сожалению моджанг боялась сделать этого моба выделяющимся так же как и боялась сделать эти семена действительно полезными в конце концов они не хотели бы добавлять ничего что слишком сильно отвлекало бы от основного геймплея моджанг боится обновлений которые могли бы принести хоть какие-то изменения в стиле игры но такое сохранение заставило игру постепенно измениться в любом случае в нечто иное и измениться так что игрокам похоже это не нравится моджанг хочет чтобы игра по-прежнему была похожа на тот майнкрафт блять но им потому что надо угодить всем типам игроков они не могут нарушать типа они когда начали деревне обновлять сорвалось взорвались жопы у фермеров которые типа а как это ферму железо теперь нельзя делать как это и прям блять выходил разработчик говорил блять но мы сделаем так чтобы фермы железо все равно работали майнкрафт без экспериментов в конце концов перестает быть похожим на майнкрафт однако мобы это лишь часть проблемы эстетика игры тоже отошла от того что было раньше поместив фотографию старого и нового майнкрафт бок о бок ну да они оба узнаются как майнкрафт но старый майнкрафт выглядит так как я и думаю большинство людей представляют себе майнкрафт она отражает фундаментальную эстетику игры новый майнкрафт по-прежнему очень похож на майнкрафт но ему не хватает качества который был у старой игры очевидно что это насыщенность старый майнкрафт был очень насыщенный лично мне нравится этот вид хотя я понимаю что многих он отталкивает самое большое изменение на мой взгляд это то как игра подходит к декоративным бля это меня опять же я не могу четко судить поэтому ну ну я сейчас вижу как будто при ну старый был крутой да но это же эффект на стальки ты сейчас попробуй зайди в этот старый поиграть их охуеешь как-то память сама дорисовывает все равно не я понимаю в чем прикол и тогда он казалось это вообще невероятное открытие но я реально охуел ну типа вот как я охуел от того что блять телефон можно может быть не кнопочные сенсорный вот так же я охуел от майнкрафта то что каждый блок можно разрушить каждого моба убить я просто в ахуел мне этого уже было достаточно и типа то что вот два вида дерева береза идут да и там камень и кабла вот и из этого дела это вы уже думаешь ебать а че еще лучше может быть все просто перенасыщенность наверно но это совсем так бывает как бы опять же вот раньше в играх чтобы игре стать легендарной то там не надо было особо не ничего там игру могли вот готовой сети разрабатывали год и она стала легендарной сейчас блять игры по семь лет разрабатывают они выходят говно потому что там надо блять столько всего уже запихнуть уже такой все все переделан раньше мы обсуждали все ебать gta san andres если скушать много бургеров то ты типа блеванешь ебать что нахуй вот сейчас уже все как-то по-другому думаешь ну да обрыгался типа да действительно много бургеров сажал как в жизни ну да блоком олдовый майнкрафт редко расширял разнообразие дизайна блоков вместо этого предпочитаю увеличить количество цветовых гамм которые есть у игрока да вот это да 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 все остальное вообще меня порой удивляет уж я зову совсем забываю что у блоков то есть прочность у них есть прочность по отношению к взрывам типа раньше это была задумка что какие-то блоки больше взрываются взрывов какие-то нет сейчас уже похуй стало сейчас уже ты просто стели самое главное не сейчас просто в цветовую гамму ушли это приводило к визуальной постоянности независимо от цвета блок шерсти выглядит как блок шерсти также был меньший набор блоков которые не были размером один к одному были лестницы плиты заборы и наверное двери и нажимные плиты которые не были размером с целый блок и на этом все эти дополнительные блоки имели четкий силуэт с ограниченной возможностью размещения это значило что они всегда выделялись посреди постройки ограниченный дизайн и наряду с меньшим количеством блоков делали ранее постройки в майнкрафт имеющими определенную последовательность моджанг с тех пор изменила подход к декоративным блокам в отличие от большого набора цветов вместо этого теперь есть больше разнообразие типов блоков но это как будто даже неплохо только посмотрите на огромный список каменных блоков которые вы можете создать в игре это все отличные фичи и я в принципе не против них из-за избытка деталей основная эстетика игры размывается постепенно сложность еще повышается входа пару порог в рождении обстраивала красивую постройку гораздо выше теперь сейчас извините кто мне написал в телеграме not coins и или что пенна теряя свою изюминку был момент когда текстуры майнкрафта были культовыми из за того насколько ограниченным был набор текстур я помнил эти номера вот серьезно вот эта хуйня сука это же я это каждый уважающий себя майнкрафтер помнил вот эту всю залупу все эти номера майнкрафта были культовыми из-за того у каждого вот эта картинка она была на компе или на телефоне ограниченным был набор текстур на самые частые блоки они были запомнили с тех пор как они начали увеличивать количество текстур это культовость и пропало сегодня нет ни одной новой текстуры блока которая была бы столь же узнаваемый как трава или булыжник увеличение разнообразия блоков и снятие ограничения на размещение некоторых из них имела и негативный побочный эффект сведя на нет первоначальный вид майнкрафта уровень детализации которого можно достичь в постройке теперь да это ибо на эту игру не воспринимали как майнкрафт по крайней мере не таким как раньше оригинальный плотный блочный вид старых построек я вот мне всегда было интересно что будет если я сделаю сейчас скриншоты всех построек или сейчас научусь охуенно строить и отправлюсь в прошлое когда вот это считалось охуенным это реально считалось охуенно вот эти вот всякие постройки если я вот приду такой скажу ребята ёпта нахуй подержите мое пиво ловите ну я сразу стал бы типа миллиардером за секундился в современных творения я не говорю что эти новые типы блоков и снятие ограничения на их размещение это плохо на самом деле я думаю что в теории это хороший выбор я понимаю почему они так поступили просто я думаю что с ростом игры и добавлением контента подобное возрастание негативно влияет на эстетику отличный пример того как майнкрафт мог бы продолжать добавлять новые функции сохраняя при этом уникальный вид это мод better than adventure мод для майнкрафт бета 173 который работает как обновление что если добавляя множество новых возможностей и при этом сохраняя аутентичное ощущение от майнкрафта ну блять она и в основном появляется декоративных блоках добавляя дерево каждого цвета то о чем просили игроки с момента выхода бета-версии и моджанг очень неохотно добавляла только один новый тип дерева в год а также увеличивая разнообразие видов камня не ухудшая визуальности просто меня стандартную текстуру камня чтобы сохранить визуальный блять так блять где он кучу этих ступенек показывал то же самое куча одинаковых ступенек нахуй но с разными цветами заобразие а чем краснит серии взяли блять кальций вот эта вся фоня чем больше творческих возможностей бля нихуя но вот это открывающаяся окно я бы до сих пор бы хотел этот мод добавляет еще много всего я искренне рекомендую вам попробовать если вы не слишком довольно текущим состоянием игры когда речь идет о том как моджанг должна подходить к добавлению мобов есть хороший художник в твиттере по имени нонцу который как мне кажется способен создавать уникальных и интересных мобов по имени которых я действительно мог бы представить в ранних версиях концепция моба грейб наверное моя самая любимая он не только выглядит уникально но и способность подбегать игроку и выхватывать любой предмет который он держит в руках чтобы поместить себе на лицо это безобидная забава за такая вещь которую я ожидал это возможно было бы безобидной забавы но это надо было бы так за просчитать так забалансить потому что у людей то взрывалась они выгорели не мать нихуясь я сижу копаю блять у меня просто пиздят кирку хотя бы опять же а как криперов до сих пор делки терпят да хотя крипер ну это тоже то очень надоедливая хуйня ты что-то построил приходит просто чмо взрывает он имеет схожесть поведением эндермена то что недавним мобам явно не хватает можем следовало бы сосредоточиться на добавление странных и причудливых мобов вместо того чтобы заставлять игроков голосовать за животные из реальной жизни которая будет спавниться на одном участке их мира и которые существуют только чтобы дать им фичу о которой они просили годами даже несмотря на всю мою критику это не значит что все последние обновления были ужасными обновление пещеры скал принесло несколько необходимых изменений в генерацию пещер которая перечеркнула все что было раньше и обновление незра добавило множество возможности в некогда скудные измерения в которых она отчаянно нуждалась на самом деле обновление незра само по себе я думаю одно из самых существенных обновлений которые они делали и одно из немногих последних обновлений которые соответствуют оригинальному стилю майнкрафта новые мобы такие как страйдер странные и уникальные новые биомы визуально привлекательны и не уходят за рамки атмосферы незра эти обновления показывают что можем вполне способны создавать контент который соответствует виду майнкрафта но они просто не делают этого на данный момент очень по правде говоря люди делают моджинг много нареканий за то как они работают с обновлениями и иногда это справедливо я думаю что можем действительно желает добавлять то что просят игроки то что сохранило бы индивидуал кажется началось альность игры но они столкнулись с препятствием которое мешает это препятствием microsoft теперь когда они владельцы игры я уверен что они очень строги к тому что добавляется и возможно останавливают разработчиков от серьезных изменений я уверен что они требуют дополнения где которых можем знают но не могут с этим ничего поделать отчасти причиной того что обновление незра было таким хорошим как мне кажется это как microsoft было более снисходительно с этим измерением поскольку в нем нет такой культовости как у верхнего мира а вдруг да а вдруг он это выдумал но вообще ну звучит хорошо но вдруг он это выдумал для ящему проявить свои творческие способности и переделать измерения множеством уникальных способов что они смогли бы сделать если бы они обновляли верхний мир может показаться что он мне не нравится нынешнее направление игры на самом деле это не так я периодически играю майнкрафт вот уже 13 лет я просто скучаю по тому каким он был тогда как он выглядел и ощущался раньше частью для меня можем одни из немногих разработчиков которые легко позволяют вам играть в любую раннюю версию так что если мне будет не хватать того старого вайба я могу просто скачать все заново и погрузиться в те ощущения и благодаря замечательному сообществу блять пожалуйста хватит доналить еще что-нибудь если мне когда-то наскучит он тоже никогда не будет таким как прежде но у него еще есть шанс чем-то новым ламповым столь же ламповым как и раньше он какой-то атмосферы нагнал ну вроде он так и говорит что ничего плохого нет просто майнкрафт ну какому-то каким-то другим стал но звучит так что пиздец блять сейчас он завтра закроется я же даже чуть испугался такое что-то по нагнетала нахуй смотрите о лололожка ай блять сука случайно ссылка потерялась блять так хотел посмотреть сука еще он не повезло ничего в следующем